Представление о том, что нам нужно беречь планету, само по себе является искаженным, потому что не планета существует благодаря нам, мы существуем благодаря планете. Даже такое разделение, как «я» и «планета» корне ошибочно, потому что то, что вы называете собой, физическое присутствие, которым вы являетесь, это просто производное от этой планеты. Если вы воспринимаете что-то как часть себя, никому не придется говорить вам «пожалуйста, заботьтесь об этом». В любом случае, вы будете заботиться. Планета существует для всех нас, и мы не можем существовать здесь сами по себе. Мы существуем здесь не из-за нашей экономической деятельности. Сейчас нас заставляют верить, что мы будем жить хорошо благодаря проценту экономического прироста в стране. Нет, мы будем хорошо жить, если все здесь будет зеленеть и радовать глаз, реки будут полноводными, воздух будет чистым, тогда нам будет хорошо здесь жить. Эта идея должна проникнуть в сознание каждого человека, каждого гражданина, каждого ребенка. Вы должны всегда осознанно относиться к другим формам жизни, отличным от человеческой. Большинство людей поступают неосознанно даже в отношении людей. Так что я напоминаю вам, что вы должны осознанно относиться ко всему живому. Дерево, растения, травинка, прыгающий кузнечик. Вы должны живо откликаться на все. Воздух, который нас окружает, постоянно входит и выходит из нас. Это основа нашей жизни. Деревья вдыхают то, что выдыхаете вы. Вы вдыхаете то, что выдыхает деревья. Происходит непрерывное взаимодействие. Если мы остановим процесс дыхания на одну минуту, мы поймем, что без взаимодействия с окружающим нас воздухом мы не сможем прожить ни мгновения. Точно так же с водой и с почвой. Это взаимодействие продолжается. То, как мы поддерживаем окружающую среду, водоемы и реки рядом с нами, и будет определять характер и качество нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова